300 сильнейших управленцев из разных городов, разных профессий разного возраста, но объединяет их одно. Они хотят быть полезными своей стране. В приветственной речи первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко обращается к тем, кто в предыдущем конкурсе не дошел до заключительного этапа, но не сдался. Вернулся в этом году, чтобы доказать свои лидерские качества. Поднимите руку, кто у нас в прошлом году участвовал. Давайте отдельные аплодисменты. Конкурс лидера России стартовал по инициативе президента и проводится уже во второй раз. И финал снова у нас в Краснодарском крае, в Сочи. Его цель – это поиск умных и перспективных управленцев по всей России. Ведь главное богатство страны – это люди, и для их развития нужно создать условия. Для того, чтобы попасть сегодня в этот зал, каждый из вас должен был стать лучшим из 750 квалифицированных управленцев. И я вас хочу поздравить с тем, что то, что вы прошли в финал конкурса – это уже большая и заслуженная победа. А это, напомню, уже означает, что каждый из участников финала уже получает 1 миллион рублей на любую по вашему выбору программу повышения квалификации, обучения в любом российском учебном заведении. Но, знаете, наверное, самое главное здесь, что вы совершили уже очень важную победу внутри самого себя. Над своими страхами, над своей неуверенностью или своей ленью. И вот эту победу вы точно совершили. Поприветствовал лидеров со всей России в Сочи глава Кубани Вениамин Кондратьев. Губернатор края отметил, что конкурс лидера России показывает, насколько талантливо, амбициозна и ответственна сегодняшняя молодежь. Для нас, для губернаторов, это вот та возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать сегодня экономику регионов, жизнь, сегодня и завтра. Это принципиально важно. Не ошибиться в самом главном составляющем успеха – это кадров. И сегодня настоящий конкурс позволяет нам находить вот те кадровые решения, которые еще вчера практически было сделать очень и очень сложно. Потому что сегодня у вас есть старт на долгую, длинную дистанцию под названием «Жизнь». И вот, конечно, дальше уже жизненные критерии будут определять лидеров, вы стали на этой жизненной дистанции, либо только на старте. Это все зависит от вас, от ваших возможностей. Друзья, вы нужны сегодня, нужны в регионах, конечно, нужны в рамках всей нашей огромной страны. Потому что нам нужны сегодня те, кто умеет мыслить, кто умеет принимать решения, кто умеет работать не на действия, а на результат. Это сегодня те управленцы, которые приведут к экономическому успеху и своей регионы, и в целом страну. Конкуренция есть не только между участниками за победу, но и между представителями власти и бизнеса за финалистов. К некоторым уже поступает предложение работе. Первый конкурс дал стремительный результат. 86 победителей из 100 получили высокие должности в крупнейших корпорациях и госструктурах. Я уверен, что каждого с их талантом, способностью, активностью можно интегрировать и в реальный сектор экономики края, и в целом в сферу управления и муниципалитетов, и, конечно, в целом регионы. Заместители губернатора уже приехали, и мы пытаемся не потерять своих. А если сможем приобрести еще и из других регионов, ну что ж, мы будем только богаче. В этом году Краснодарский край лидирует по количеству финалистов среди субъектов ЮФО. В заключительном этапе наш регион представляет 8 человек, в их числе предприниматель Сергей Галаушкин. Он, как и другие участники, разработал социальный проект. Это стало новым условием для выхода в финал. Ведь настоящий управленец должен не только говорить, но и действовать. В Гулькевичском районе Сергей провел акцию «Подари книгу», которая помогла пополнить библиотеки малых поселений. Спустя бесконечное количество испытаний, заданий и тестов, пройденных на конкурсе, Сергей признается, потолок собственных возможностей не иссякаем. Конкурс для меня – это частичка уже жизни моей, потому что я в прошлом году тоже пытался пройти финал. Был в листе ожидания, мне не хватило одной десятой балла. Был 31-й, 30-й проходило. Это было очень обидно, но в то же время зарядило настроем выиграть в следующем году. И вот, собственно, результат является логическим продолжением, завершением того, что было начато уже больше года назад. А позже молодой предприниматель рассказал губернатору о своем бизнесе, который он планирует развивать. Венеамин Кондратьев встретился с финалистами конкурса, который представляет Краснодарский край. Сергей Головушкин сегодня помогает небольшим фермерским хозяйствам реализовать продукцию. Для удобства даже придумал электронное приложение. В Гулькевич родился, живу сейчас в принципе рядом с Гулькевичей Капосткин. Бизнес у меня связан, ну, скажем так, это продажа сельсельского хозяйства. Мы с небольшими фермерскими хозяйствами работаем, овощниками. Вот сегодня Санктур-курортный комплекс, он сумасшедшим образом потребляет все, что происходит на Кубани. Нам даже не нужно за пределами. Операторы с импортными корзинами выше крыши, и они работают. С теми помидорами, которые не гниют там чьи-ни месяца, понимаешь, там виноград, который полгода не гниет, там молоко, которое, непонятно какое. И они на наших курортах реализовывают, ну, 16 миллионов отдыхающих за год. Задумайтесь, 16 миллионов, зачем вам другой рынок? У нас, собственно, есть. И вот нам нужен местный кубанский оператор, который корзину сделает из нашего. И вот эту корзину предложат Санктур-курортному комплексу. А мы поможем сделать так, чтобы Санктур-курортный комплекс в итоге ориентировался на нашу экологически чистую, полезную, относительно недорогую продукцию. И вот это сегодня моя задача. Я не могу говорить только одно. Где мне найти того, кто этим займется, кто создаст такую продовольственную корзину, станет оператором, региональным оператором, но старшей кубанской корзиной. Губернатор обсудил с участниками конкурса перспективное направление развития региона. Многих интересовало, на какие отрасли сегодня лучше сделать ставки, чтобы проявить себя. Я сейчас живу в Краснодарском крае, да, так как я сейчас здесь живу, я смотрю на этот край и думаю, где я здесь могу быть полезен, куда я могу сферу своей компетенции дальше переложить, куда вырасти из этой компании и пойти свой бизнес создавать. Инвестиции сегодня – это основное, что может, во-первых, дать нам новые технологии, во-вторых, новые рабочие места и новые налоги. Но здесь тоже нужно думать, ведь бизнес он умеет считать. Он же тоже смотрит выгодно, невыгодно. Поэтому, конечно, направление, с точки зрения всей отрасли экономики, то были гаранты продовольственной безопасности, будем оставаться, сельское хозяйство. Снаторно-курортная сфера, безусловно, огромный резерв, где мы максимально сегодня пытаемся, в том числе, найти кадры – это промышленность, переработка. И неважно, легкая промышленность, ну, конечно, не тяжелая. Поэтому промышленность, если мы говорим о том, в чем перспектива, и мы создали сегодня фонд промышленности, и максимально поддерживаем сегодня за счет господдержки, в том числе и развития любой промышленности, малой, большой, средней, то есть неважно, но с точки зрения только в тех сферах, которые я обозначил. Поэтому, если готов в этом направлении сотрудничать, это можно обсуждать. Но в целом, смотрите, чем помочь, если серьезное производство, которое явно даст развитие окраю и этой отрасли. После встречи будущие управленцы отправились дальше на мастер-классы от наставников. Кто будет победителем, станет известно 17 марта. После этого 100 человек могут считать себя лидерами России. Теперь участников ждет напряженная, но интересная борьба за главный приз, который обеспечит им путевку на верхние этажи карьеры. 100 победителей смогут поработать с известными наставниками, топ-менеджерами крупнейших компаний и государственными деятелями. Возможно, в их числе будут и участники из Краснодарского края, которые помогут сделать тот экономический рывок, заложенный в стратегии развития региона до 2030 года. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань, 24 Сочи.